Добрый день дорогие друзья, меня зовут Владимир и сегодня мы с вами узнаем какие выбрать тормозные колодки для нашего автомобиля. Более подробно это и другие материалы вы можете почитать на нашем сайте bazelight.ru Ссылка на сайт будет под видео и под описанием. Итак, сегодня мы с вами узнаем какие бывают виды автомобильных тормозных колодок и как они классифицируются по соотношению цена-качество. Кроме того, мы расскажем как правильно выбрать ту или иную модель тормозных колодок для транспортного средства и на что необходимо обращать внимание при покупке таких немаловажных расходных деталей. Любые тормозные колодки для транспортных средств производятся в два этапа. На первом этапе изготавливается фрикционная масса, а на второй стадии происходит производство самих колодок. Отметим, что фрикционный слой или как его еще называют масса фрикционного типа включает в свой состав множество различных компонентов. В нашем обзоре мы рассмотрим такие расходные элементы тормозной системы, как колодки, исходя из оптимального соотношения цена и качества. Итак, классификация тормозных колодок, исходя из коэффициента трения. Автомобильные тормозные колодки классифицируются по различным параметрам, основным из которых является коэффициент трения или колодка-диск и обозначаются специальным символом μ. Чем выше данный показатель, тем интенсивнее транспортное средство замедляется при равном усилии на тормозной педали, до тех пор, пока не блокируются колеса, а также не срабатывает антиблокировочная система АБС. Как правило, для стандартного торможения применяется коэффициент μ, равный 0,4. В этом случае тормоза будут вести себя мягко и довольно цепко. Если же коэффициент μ снижается до отметки в 0,35, то это может сказаться на более высоком усилии при нажатии на педаль тормоза. Отметим, что выше описанный коэффициент трения μ полностью зависит от материала, который используется при производстве тех или иных колодок. Основной классификацией автомобильных тормозных колодок является деление данных элементов тормозной системы в зависимости от их типа функционирования. В зависимости от типа функционирования колодки делятся на три категории. Итак, категории тормозных колодок. Тормозные колодки высшей категории включают в себя расходные элементы оригинального типа, то есть от официального поставщика. Такие тормозные колодки заводом-изготовителем поставляются на конвейеры заводов-автопроизводителей, а также на рынки запасных частей. Отметим, что качественные оригинальные тормозные колодки занимают около 75% мирового рынка от общего объема данных расходных деталей. Заметим, что тормозные колодки, которые поставляются на конвейер, довольно сильно отличаются от тех, которые идут на рынок запасных частей. Например, на конвейер автомобильных заводов поставляются колодки, которые прошли предварительную термообработку. Делается это для того, чтобы при прохождении тестов транспортное средство выдавало самые максимальные или оптимальные технические характеристики. На рынок же запасных частей поставляются тормозные колодки без термообработки, которые доводят до оптимального состояния сами автовладельцы в процессе эксплуатации своего автомобиля. Следовательно, состав и материал, из которого они изготавливаются, гораздо проще. Даже при покупке тормозных колодок, которые продаются под оригинальным брендом, состав и структуру они будут иметь более простую, чем те, которые поступают на конвейер автопроизводителя. Кроме вышеописанных различий, имеется еще разница в ресурсе и агрессивности колодок к тормозному диску. Поэтому параметру лучше выглядят тормозные колодки, которые поставляются на рынок запасных частей. Производители же колодок для конвейера сокращают ресурс для того, чтобы улучшать качество торможения в тестах, а также с целью увеличения коэффициента трения μ. Заметим, что колодки, которые поступают на вторичный рынок запасных частей, имеют большой ресурс и эксплуатируются дольше конвейерных. Следующая категория – это тормозные колодки именно средней категории. Производятся они с незначительными конструкторскими и технологическими изменениями. Допускается отступать от технической документации автопроизводителей примерно до 15% от эталона при производстве таких колодок. Однако при этом все нормы и стандарты сертификации, а также документы на получение разрешения к эксплуатации соблюдаются на 100%. Для производителей тормозных колодок крайне важно соответствовать международному стандарту под названием ЕСЕ-Р-90. Потому что реализация данных элементов тормозной системы автомобиля, которые не отвечают таким нормам, категорически запрещены в странах Евросоюза, Таможенного Союза и Соединенных Штатов Америки. Примером маркировки может служить нанесение на тормозные колодки марки Ferroda DS5000 специальных символов, которые относят данную деталь к дорогим со спортивным назначением. Или Ferroda TAR-527B, которые имеют наоборот экономичный состав, хотя предназначаются для одного и того же автомобиля. Тормозные колодки маркируются соответствующим нанесением на упаковку, а также заднюю сторону деталей специального номера. Как правило, перед знаком стандарта соответствия 90R пишется страна, в которой был осуществлен процесс самой сертификации. И присвоение одобрения, соответствуя регламентным нормам. Если на упаковке или колодке указана маркировка символом Е1, то сертификация деталей произошла в Германии. А если, например, маркировка символами Е11, то страной сертифицировавшей расходные элементы транспортного средства является Великобритания или Англия. Заводы-изготовители тормозных колодок средней категории нацеливаются в своей работе на определенный сегмент рынка, то есть оптимальное качество по приемлемой стоимости детали. Доля таких производителей в разных регионах может достигать от 35 до 40%. Если качество колодок у таких производителей незначительно снижается, то, соответственно, они имеют меньшую покупную цену в сравнении с оригинальными изделиями. Однако в последние годы можно заметить уменьшение доли тормозных колодок средней категории известных фирм низкого качества с рынка. Данный процесс прежде всего объясняется тем, что многие покупатели ориентируются в первую очередь на известность марки и самого бренда. К заключительному виду тормозных колодок относятся детали большого количества более или менее известных брендов, которые не дотягивают до средней категории. Как правило, такие детали производятся предприятиями, которые только вышли на рынок или дочерними компаниями известных заводов-изготовителей. Предприятия-изготовители, которые относятся к данной категории, в большинстве случаев проходят специальную сертификацию и в целом имеют необходимую безопасность. Но, как правило, показатель качества колодок довольно низок. Многие автомобильные эксперты не рекомендуют приобретать тормозные колодки, которые не дотягивают до средней категории из-за вышеописанных моментов. В заключении отметим, что при покупке тормозных колодок пристальное внимание необходимо обращать не только на торговую марку, но и на специальные символы, состоящие из букв и цифр, которые указываются на упаковке, а также на самой детали с обратной стороны. В данных символах производитель шифрует состав фрикционного материала накладок колодок. Ответим, что среди недостатков тормозных колодок спортивного назначения имеются такие недочеты, как более высокое усилие на педаль тормоза, на непрогретых именно тормозах, а также посторонний скрежетый повышенный износ, как с обеих колодок, так и тормозных дисков. Все вышеописанные моменты необходимо учитывать и понимать, с какой целью и для чего мы приобретаем такие расходные элементы тормозной системы, как колодки. Итак, мы с вами прослушали видеоматериал на тему, какие выбрать тормозные колодки для своего автомобиля. Более подробно это и другие материалы вы можете почитать на нашем сайте bazlaid.ru. Ссылка на сайт будет под видео и под описанием. Если у вас есть вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, присылайте их нам на наш YouTube канал или оставляйте на нашем сайте bazlaid.ru. Мы обязательно их рассмотрим и ответим. Большое спасибо вам за внимание. Всего вам доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok